Архитектурные патрули в общежитии Автомобильно-дорожного колледжа номер 2 от Политехнического университета Давайте проверим, придерживаются ли здесь санитарных норм, а также ДБН И самое главное, как у них по технике пожарной безопасности Начнем с фасада Абсолютно все государственные учреждения, и не только, даже частные Должны быть доступны для людей с инвалидностью и для мамочек с колясками Можно ли человеку на инвалидной коляске подняться по вот этому пандусу? По санитарным нормам территория вокруг общежития обязательно должна быть озеленина, благоустроена, ну и, конечно же, чистой Упс! С чистотой вокруг у нас, конечно, проблемы, но вот с размножением, с этой функцией у студентов это в общежитии явно все хорошо А вот это пожарный выход, Ее Величество, пожарная дверь Только если произойдет вот такая ситуация, что должны будут приехать пожарные и эвакуировать отсюда всех студентов То вначале придется весь мусор отсюда пособирать, позагребать Общежитие же не может этого сделать Ну и, во-вторых, с этой дверью придется потрудиться, потому что она замурованная, забита гвоздями Студенты, конечно, засранцы Поразбрасывали мусор вокруг вот эти носки, это чьи, это студентов, понятное дело Причем дошли до такого эпикфейла, что даже из окон выбрасывают в пакетах мусор Я понимаю, что рядом мусорные баки, даже без крышки, и выглядят они очень плохо Но, тем не менее, некрасиво, ой, некрасиво Должен за этим следить комендант Вот этот зеленый мох и одновременно плесень не просто так появился на фасаде Вот я вангую, что на самом деле в этом общежитии протекает крыша Прям возле люка так тихонечко прикрыли А, конечно, дыры! Вот эти ковры-самолеты, которые, я надеюсь, что временно перекрывают дыры вокруг люка На самом деле ничего хорошего в себе не несут Потому что если вы будете гулять здесь ночью И наступите вы сюда, то все равно провалитесь По факту вот эти куски ДСП вас ничего не спасают Наоборот, вы не увидите эту дырку И еще можете здесь подвернуть ногу У входа красная ковровая дорожка Нас тут встречают по-богатому Друзья, на самом деле у вас нет никакого карантина И эта табличка – это обман Потому что карантин был только до 17 января в школах В общежитиях никакого официального карантина не было Скажите, пожалуйста, у вас тут написана табличка «Карантин» Но на самом деле официально никаких карантинов Ребята, какой ты, пожалуйста, ответил С тем, что лиц официального нету Но для того, чтобы запретить посещение гостей У нас написано «Карантин», потому что мы хотим обеспечить жизнь наших детей Просто удивительно, что вы повесили такую табличку Но это как бы ваши собственные личные распорядки Это не совсем правильно по отношению к посетителям К тем, кто хочет сюда зайти Прийти в общежитие Но эта табличка немножко пугает Я бы на вашем месте ее сняла Меня интересует соблюдение санитарных норм и норм ДБН Но в первую очередь, конечно же, пожарная безопасность Поэтому буду смотреть ваши огнетушители, брать их в руки У меня есть опыт Знаю, как проверить, можно ими пользоваться или нет Будем благодарны, если вы будете содействовать в нашем работе Что хорошо, это то, что есть вот такой вот уголок охраны труда Он находится на очень видном месте И, в принципе, здесь все можно прочитать И даже о том, как пользоваться огнетушителем Теперь осталось найти огнетушитель Тут даже есть вот такой вот целый пожарный щит Он, конечно же, сделан hand-made, на самом деле это так И тут сразу несколько различных огнетушителей Так, это не работающий огнетушитель Это будет у нас перезаряд Окей, хорошо Это перезаряд На площади огнетушителей стоят все вверху Все вверху? Так, хорошо, все, слушаем вас внимательно, абсолютно доверяем вас И ключи нету Ну, кстати, достать огнетушитель не так-то просто Потому что еще нужно от того ящика дотянуться Ну ладно Так, есть паспорт, где написано, что техническое обслуживание Он прошел в девятнадцатом году Ну, то есть этот огнетушитель, он на самом деле еще свеж Им хотя бы занимается Проходит Окей Здесь есть лопата, целых две Тут есть два таких топора Песка очень мало, всего лишь половиночка ведра Камень, если что, добивать преступников Камень из песка Хоть не почечный Первое впечатление по пожарной безопасности Неплохо, идем дальше Круто, что для гостей есть вот такой вот диванчик Например, приехали родители, да, и вот есть место, где можно Хотя бы обождать немножко Но вот этот вот столик и все вот это загромождение за диваном Это все очень плохо Тем более тут еще и находится какая-то самодельная грелка Кстати, это означает, что в этом общежитии не так уж и тепло Все вот это здесь находиться не может Во-первых, потому что из этих самодельных грелок может произойти пожар Ну, мы не знаем, вдруг кто-то включит эту грелку И что потом делать, да? Вот эти вот все бумаги, какие-то рулоны Все вот это нужно убрать и не загромождать ни в коем случае холл Из плюсов это то, что вот тут над розеткой написано 220 вольт Розетка безумно раритетная, мега старая Я бы вообще порекомендовала их заменить Еще один уголочек пожарной безопасности И снова-таки вам рассказывают, как пользоваться огнетушителем По санитарным нормам полы в общежитии должны быть идеально гладко-ровными В первую очередь так написано, потому что если происходит пожарная эвакуация То за каждый гвоздик, за все можно зацепиться и упасть Здесь плитка, тут более мелкая плитка, тут линолеум Ну и попытались как-то сгладить ситуацию Поставили еще вот такую металлическую перегородку Якобы все это сгладить, но ничего не сгладилось А вот это мне уже категорически не нравится По санитарным нормам запрещено в проходе оставлять что-либо И загромождать пожарный выход Это просто категорически нельзя-нельзя-нельзя-нельзя Тут вот такой вот целый ряд из колясок Я уверена, что в общежитии можно найти и другое место, где мамочки с детьми могли бы оставлять свои коляски Но здесь этого делать просто категорически нельзя Это нарушение техники пожарной безопасности В этом туалете все трубы очень сильно ржавые Просто коррозия сжирает всю сантехнику Хотя есть санитарные нормы, опять же, где написано, что вся сантехника должна быть рабочая Вот такого вида трубы не рабочие Работают ли крантики? Тут работают, а здесь... А ну-ка Угу, что-то есть Мы не просили, но тем не менее нам открыли пожарный выход Благодарочка за это И теперь мы видим, что хотя бы один пожарный выход работает Нам рассказывают, что вот там вот песок, которым можно тушить пожар Я не могу сказать, что этого песка много или достаточно Но он хотя бы хоть сколько-нибудь есть Это точно не гора песка Но отсюда можно набрать и отнести туда в общежитие, заполнить эти ведра Нам обещали, что на каждом этаже мы тоже встретим огнетушитель, да еще и рабочий Внимание вопрос, как его открыть Я понимаю, что в случае экстренной ситуации, конечно же, можно этот замок вырвать Ну, например, я девушка слабая И люди, когда находятся в состоянии, что им нужно чрезвычайно быстро покидать помещение Они в шоке, они теряются, они в панике И вот глядя на такой замок, я бы уже потерялась Но хорошо, что тут есть огнетушитель И вот он тоже свежий Есть компания, ответственная за то, что она проводила техобслуживание этого огнетушителя Вопросик, вопросик Как так? Это, наверное, первое общежитие, где есть огнетушители Где, как только мы пришли, так сразу насыпали песок в пустые ведра Где должен быть на самом деле песок Но при этом сами проходы вот закрыты такими шкафами Воу-воу-воу Это очень опасное и страшное нарушение Что, нашли чей шкаф, да? Да, у меня они еще забирают Через минуту будете снимать, что они забирают Хорошо, мы хотим снять, как забирают этот шкаф Потому что это не дело вообще Вот, хлопцы, скажите, будь ласка Вот сколько стоит этот шкаф тут? Два дня Это не долго Не-не-не-не Сколько вот она сам же не стоит? На самом деле Вket Два дня Два дня Два дня Окей Два дня Но два дня За два дня тоже могло произойти и все, что угодно Итак, кухня Некоторые кухни закрыты Вот эта открыта В общем доступе Так что будем ее и осматривать Очень чистые комфорки Вроде бы вытяжка есть на месте, но сверху кусок трубы, полностью ржавый, грязный, она просто вот так вот торчит, и, если честно, не понимая ее техническое предназначение, получается, что вот эта вытяжка не справляется. Таракан, подожди, подожди, друг, привет, салютики, ку-ху, давай я тебя все-таки уничтожу. Прости, друг, твоя жизнь не прошла даром. По санитарным нормам крайне должна быть холодная и горячая вода. Если можно было бы оставить общежитию лайк, то, по крайней мере, за это я бы лайк поставила. Тут горячая вода и обогревается вот этим бойлером, он таки рабочий. Потолки, вот видно, что их там побелили, покрасили, их содержат в чистоте, я даже не вижу плесени. Загромождать угол, это, конечно же, уже не так пожароопасно, но, тем не менее, в общежитии все равно это делать запрещено, вот так вот складировать все. Даже не воняет, представляешь, реально не воняет, туалет и не воняет, такое быть может в общежитии. Проверим, работает ли спусковой механизм. Да, хорошо, все, можно хотя бы убраться за собой. За вот этим замком, я уже разглядела, находится стиральная машина. Но вообще-то постирочная, это должны быть отдельные комнаты, которые доступны для всех студентов, а не вот так. Вот так не надо. Вот эта часть здания тоже относится к общежитию, но по факту вот эти помещения сдают в аренду. То есть мы уже понимаем, что как бы на этом зарабатываются денежки. И вот тут у меня комментарий. Я понимаю, что это не относится и к общежитию, но допускать такое количество пластика, которое очень сильно горит во время пожара, нельзя, запрещено, ни в коем случае. Вот это все, оно очень быстро загорается, разгорается, институтный джеткап, антич. Словом, если по технике пожарной безопасности во всем общежитии неплохо, но если произойдет возгорание вот тут, то тогда все здание может быть загублено. Анастасия Большедворова, выходит программа у нас на Дунской ТВ. Наш сюжет, в принципе, посвящен общежитию. Я так понимаю, что общежитие, это здание, сдает в аренду вот эти помещения. У меня, в принципе, только один комментарий к тому, что здесь очень много пластмассы используют. Ну, в то время мы уберем, мы уже знаем, это все так, это с этими всеми случаями, что в городе происходит. Мы к весне чуть-чуть это так, это мы уберем это все, это приведем в порядок. А у вас есть огнетушитель в вашей части какие-то? Он огнетушитель, он раз, это огнетушитель, два, там три, все везде огнетушители стоят. Все все у нас по этому вопросу тут строго. Хорошо, я рада, что вы в курсе, я рада, что вы понимаете, насколько у нас пожароопасная ситуация в городе. И то, что вы обещаете это убрать, я хочу только верить. Хорошо, хорошо. Не, не подведем, ребят. Спасибо. Самое важное место для меня, это, конечно же, душевая. А почему самое важное место? Потому что оно очень опасно для самого здания. Здесь наибольшее количество влаги. Отсюда чаще всего начинается мох, гниль, плесень и, соответственно, проблемы со здоровьем у студентов. Зачем этот стол? Я поняла. Ну, в общем, вытяжка работает даже и со звуком. Итак, ну, конечно же, душевые выглядят просто ужасно. По санитарным нормам одна душевая кабинка на шесть человек. Тут не хватает смесителя, раз. Вот этот смеситель безумно старый, два. Тут, конечно же, нет вот этого разбрызгивателя. Аккуратно, чтобы он на вас еще там не навелся. С той стороны. У нас сделаны две кабины, которые работают от бойлера. То есть нет у нас городской горячей воды, нет. У нас только холодная вода. Мы поставили бойлер и запустили две кабины, которые работают для студентов. То есть горячая, холодная вода есть. То есть по факту вообще сейчас работают только для этого, потому что в холодной воде никто мыться не захочет. Только летом. Общежития, все, которые я смотрела до этого, везде в душевых кабинах очень много грибка и плесени. А у вас нету. Как так? Мы постоянно закупаем израильское средство САВА, которое распыляем. У нас здесь, как видели, стол стоит. Мы его даже не выносим. В случае появления сырости мы сразу уничтожаем ее. Я считаю, что наш приход в это общежитие был позитивным для самого общежития. Во-первых, потому что... Ага, песок хотя бы нацепали. Само здание – это, конечно же, пережиток САВКА. Но, тем не менее, за ним следят. И, правда, те люди, которые сейчас находятся как коменданты, управляющие этим общежитием, они все-таки находятся на своем месте. Потому что, во-первых, я не нашла плесень, минимальное нарушение санитарных норм. При нас вынесли шкаф. Из-за этого просто отдельно плюсик, который загромождал пожарный проход. Еще бы очень было бы хорошо, если бы все-таки вынесли вот эти вот велосипеды и коляски, которые просто складируют по всему проходу. Это тоже очень нехорошо. Но я надеюсь, что они это тоже исправят. Ну и самое главное – это техника пожарной безопасности. Здесь есть огнетушители и примитивные меры пожаротушения. И даже при нас насыпали песок в полупустые ведра. До встречи. Хорошо, что никто не покорячен.